В квартирах этого дома на Салтовском шоссе, рассказывают жильцы, температура не поднимается выше 18 градусов. Говорят, многие уже давно утеплили жилье, установили пластиковые окна и даже поменяли старые батареи на современные. Но в комнатах все равно холодно. И даже с учетом того, что каждый день мерзнут у себя дома, жалуются люди, за тепло платят огромные суммы. У меня вроде как все утеплено, и пластиковые окна, и вообще ремонт в квартире батареи. Но вообще у нас прохладно. У меня больше 18 не поднимается. В этом месяце получили 2008 гривен затопление. Очень холодно. Руки мерзнут, ноги мерзнут. Причем одна батарея вроде бы теплая, а другая вообще такое ощущение, что она отключена просто. Вот это формено безобразие. И за что 2000 должны платить. Без всяких приборов, без термометров. Уши мерзнут, кот замерзает. Вот так вот скручивается. А вот в соседней 16-этажке-близнеце отмечают люди не только на пару градусов теплее, но и цифры в квитанциях совершенно другие. Суммы за квартиры с одинаковой площадью существенно отличаются. Разница в счетах, которые приходятся за тепло, колеблется от 400 до 700 гривен. У нас уже не 200 гривен разница с этим домом, а четырехкомнатные квартиры 700 гривен у нас больше. Трехкомнатные где-то 500 гривен. Ну мы, конечно, ошалели, в ужас пришли. Одинаковые трехкомнатные квартиры. А о чем мы и говорим, что у нас разница такая большая, чтобы я была не голословна. Пожалуйста, 1500. То, что трехкомнатная квартира, пожалуйста. Это с того дома. Это с того дома, да. Уже видите, какая разница. Жители говорят, неоднократно обращались в Харьковские тепловые сети. Там обещали, проблему с отоплением решат. Однако положительных изменений, подчеркивают люди, до сих пор нет. Тем временем в пресс-службе КП ХТС сообщают, что для выяснения ситуации ими будет направлена специальная комиссия. А также обещают ответить на вопрос о том, с чем связана проблема с теплом в доме номер 244 на Салтовском шоссе и будет ли сделан перерасчет в платежках в ответе на информационный запрос. Лариса Говина, Евгений Шинкаренко, Агентство телевидения Новости.